Вещественным доказательством, компакт-диском, актом исследования интернет-ресурса, на котором размещена статья «Стереть серию с места земли», актом исследования интернет-ресурса, на котором имеется видеозапись эфира программы «Персонально ваш» от 1 октября 2015 года. Оценивая собранные по уголовному делу проверенные и следованные в судебном седании доказательства, суд находит их относимыми и допустимыми, достаточными для разрешения уголовного дела по существу. Действия подсудимого Носика в совершении действий направленных на возбуждение ненависти вражды в отношении группы лиц по признаку национальности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, сети интернет и средств массовой информации. Суд квалифицирует по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе судебного следствия было достоверно установлено, что Носик примерно в 0 часов 05 минут 1 октября 2015 года, находясь по адресу Новинский бульвар Дум-25, корпус 1, квартира 32, используя персональные компьютеры, имея умысел, направленный на возбуждение ненависти вражды в отношении группы лиц, именуемой сирийцей по национальным признакам нарушения положения части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, а также части 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, запрещающей пропаганду и агитацию возбуждающих социальную, расово-национальную или религиозную ненависть с использованием сети интернет, публично разместила в своей имени на интернет-странице, являющейся общедоступной для прочтения в сети интернет статью собственного сочинения по заголовкам «Стереть Сирию с лица земли». Также Носик 1 октября 2015 года примерно в период с 15 часов до 15 часов 40 минут, находясь в помещении радиостанции ЗАО «Эхо Москвы», расположенной по адресу город Москва, улица Арбат, дом 11, в прямом эфире программы «Персональная ваша», осознавая, что радиостанция является средством массовой информации, а также что его высказания являются публичными и доступными неограниченному кругу лицемеумысел, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц, именуемой сирийц по национальному признаку, повторил содержащийся в указанной статье, размещенной в сети интернет, высказание, направленное на возбуждение ненависти и вражды в отношении национальной группы. Установленные судом обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ремесла в данном ходе судебного заседания, а также показаниями свидетелей Пещикова и Позняковой данными в судебном заседании в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, которые пояснили, что основания оговаривать по судимому не имеют данные показания, суд признает допустимыми доказательствами по делу, поскольку они получены с соблюдением требований Уголовно-процентрального кодекса Российской Федерации, а также согласуется с другими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно заключением лингвистических экспертиз с другими письменными доказательствами. Довод подсудимого Носика о том, что он не имел цели своими высказаниями возбудить нервности вражду в отношении группы лиц по признаку национальности с использованием сети интернета средств массовой информации, проявляется в совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, которые полностью согласуются между собой и дополняют друг друга. В назначении наказания суд соответствует статье 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественного заседания опасности содеянного данной личности подсудимого, который ранее не судим, на учетах КМДД не состоит, имеет благодарность и грамот, исключительно положительно характеризуется, работает и имеет на иждивение малолетнего ребенка. Обстоятельствами смягчающими наказания Носика суд признает наличие на иждивение малолетнего ребенка. Обстоятельства техчайших наказания подсудимого Носика суд не усматривает. Учитывая конкретные обстоятельства содеянного характера и степень общественной опасности совершенного преступления, с учетом приведенных выше смягчающих обстоятельств, суд находит возможным назначить подсудимому Носику наказание в виде штрафа. В соответствии с статьями 81-299-й части 1-й пункта 12 суток Российской Федерации суд разрешает судьбу вещественных доказательств. На основании изложенного руководства статьями 314-316 пункта Российской Федерации суд приговорил носик Антона Борисовича признать виновным в совершении преступления предусмотрено частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Меру пресечения носику подписку о невыезде в нежелающем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить. По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства, компакт-диски, хранить при материалах уголовного дела ноутбук марки АСУ с серийным номером 001-79-4023, оставить по принадлежности у подсудимого носителя. Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 суток со дня уголовного оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждено право ходаться в своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Антон Борис, понятен приговор? Абсолютно понятен. Заседание по делу окончено. Обратку сделаем. Анька похлопает. Антон! Анька, возьми, пожалуйста, мой барахман и открытую сумку тоже. Бог есть. Идем? А? Уважаемая пресса, в ходе код-два. Аккуратно, в полке. Вот так, вот так, вот так. Наш самый классный в мире. Ну да, по большому счету, как извините, я могу сказать, что он не говорил. Ну так, чисто по взгляду. Это не могло быть, значит, такие... Анька, попроси мою сумку, еще несколько минут я доработаю. Ну давай. Алиска. Я не уверена, что учусь. Давай снимай. Да я держу, держу. У меня еще работают и работают. Алиска, мы на улице. Да, сейчас я доработаю. У нас на улице. Альска. У нас есть много фантазий. Продолжение следует...